Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я решила не мелочиться и сразу взять две тарелки с обычным азербайджанским хинкалом. И у меня еще здесь кефир, который у нас называется катых. Это такой густой кефир. Его готовят в деревне. То есть это деревенское производство, так скажем. Такой он густой и очень вкусный. Еще немного перетерлось сюда чеснока. Я вообще очень люблю чеснок. И когда у меня есть возможность, что я, например, сегодня не буду выходить из дома, насколько это возможно побольше чеснока покушать и холодная водичка. Прикиньте на совпадение. Оказывается, у нас с моим парнем одинаковые холодильники. Тот холодильник, который выбрала я, точно такой же у них стоит на новой квартире, только в сером цвете. Вот я долго думала между серым и черным, решила переплатить, взять черный. И сейчас я честно понимаю, что черный не очень сочетается с нашей кухней. Кстати, рецепт будет в инфобоксе. Обязательно переходите, готовьте. Мамин канал вообще забросили. Мама даже в какой-то степени немножко ругается, говорит, вот из-за квартиры ничего не успеваем и так далее. Видео обязательно будут, как только мы приедем. Возможно, в деревне пару рецептов все-таки нам удастся заснять. Я все необходимое возьму с собой. Но вы знаете, дело в том, что не то, что у меня нет времени, у мамы тоже. Даже если на квартире работает специалист, все равно мама тоже находится там. Чтобы все контролирует. Поэтому любители нашего кулинарного канала, не расстраивайтесь. Все восстановится. Мамин канал это мамина отдушина, поэтому бросать его мама не собирается. У нее даже есть два видео, по-моему, которые набрали миллион просмотров. Даже одно видео два миллиона. То есть кулинарный канал это так. Со временем, возможно, что видео какое-то взлетит. У меня на канале нету видео, на котором два миллиона просмотров, а у мамы есть. М-м-м. У меня цель на 2020 год получить серебряную кнопку с маминого канала. Наверное, кнопку я не получу, но 100 тысяч подписчиков добить все-таки хочется. Потому что кнопка сама едет где-то месяц. Пока мы добьем, пока туда-сюда. над любой целью нужно работать, тратить время, силы. И когда вы что-то вкладываете в свою цель, она получается. Мы сначала открыли маме канал давно. Я маме постоянно говорила, давай я тебя пропиарю, давай я тебя пропиарю. Мама говорила, нет, я сама наберу аудиторию и без тебя. Короче, мы долго возились с этим каналом. В результате ничего не получилось. Удалили все видео. Точнее, у нас просто не получилось подключить канал к Этсенсу. Точнее, я нечаянно два раза подключила. И там произошла какая-то ошибка, которую я исправить была не в силе. Потом я предложила маме создать канал и сразу же его пропиарить у меня. Мама не соглашалась. Долгое время говорила, я стесняюсь туда-сюда. Я говорю, что стесняться? Ты же не украла никого, ничего. Ты создала канал, что здесь стесняться? То же самое, когда я начала заниматься блогингом. Мама тоже немножко стеснялась, я это чувствовала. Особо много кому не рассказывала о том, что я снимаю видосы. А сейчас хвастается. Говорит, блогер у меня, дочка. То же самое, я говорю, будет и у тебя. Вообще, в кулинарию сейчас в Ютубе продвинуться очень сложно, потому что большая конкуренция, потому что есть блогеры, у которых уже очень большая аудитория. тут не так, что, например, какой-то трэш-контент ты снял, и все, у тебя набрало. В большинстве случаев на мамином канале набирают просмотры именно какой-то фастфуд. То, что хорошо идет у меня, хорошо идет и у мамы. Я прям с луком ем. Обычно я так не делаю. Отделяю лук и ем мясо. Стала я всеядная. Я вот ненавижу лук, но недавно мама готовила джабсандал. Я ее прям слезно просила приготовить без лука. Мама говорила, без лука будет невкусно. Туда-сюда я говорю, пусть я его буду кушать. Пусть будет без лука, пожалуйста. И мама в конце приготовила. Я почувствовала разницу между с луком и без. То есть с луком был намного вкуснее. Хотя в то же самое время я и ненавижу лук. Мне просто надо готовить с луком, но делать это максимально незаметно, чтобы это было не видно. Мясо здесь баранина. Вообще, после того, как я начала снимать видео в Ютьюбе, вокруг меня все мои знакомые, родственники, все стали блогерами. Даже были люди, которые меня совершенно не поддерживали в моих начинаниях и говорили, зачем тебе это надо? Господи, да блогер, это стыдно. Ну, то есть разные люди, которые в конце тоже начали заниматься тем же, чем я. мне с одной стороны это очень приятно, а с другой стороны немножко обидно, что меня-то не поддерживали, но самое главное, я поддерживала моя мамочка, мой папа, брат. Брат вообще всегда верил в меня. Я сейчас смотрю на свое первое видео, и оно просто ужасное. Мне реально стыдно на него смотреть. Я хочу, кстати, постоянно удалить эти первые видео, но у меня брат говорит, что не надо, типа человек может проследить изменения. Какая ты была и какая ты стала. То есть, насколько ты изменилась, научилась себя правильно подавать. И когда мне некоторые пишут, ай, как-то раньше было лучше, мне как-то смешно. Хотя, возможно, раньше, не знаю, я была другой, но не знаю. Вообще, первое видео, которое пошло вперед на моем канале, и сразу на нулевом канале набрало где-то 150 тысяч просмотров, это был мотивационный ролик про уборку. Не то, что уборка раньше была актуальна, а сейчас нет. Мне кажется, уборка актуальна всегда. Есть каналы, которые просто мотивируют людей встать с дивана и начать что-то убирать. Я как раз-таки снимала видео уборка в моей комнате. Люди что-то писали, например, в комментариях, что, айка, сними еще. Я сняла вторую часть, и опять эта часть набрала просмотры. То есть, в основном, мой канал как раз-таки подняли эти видео с уборками. И даже сейчас, в ТикТоке, когда мои видео взлетают, некоторые пишут в комментариях, что вот, знакомая комната, я тебя видела в Ютубе, как ты снимаешь уборки. Но по-любому, если ты что-то снимаешь, ты не можешь снимать это чисто из-за просмотров. То есть, тебе должно это нравиться. Я один раз убрала, два раза убрала комнату. Некоторые блогеры, я замечала, что специально делают бардак, чтобы потом снимать, как они убираются, и на этого они набирали огромные просмотры. И как бы, следовательно, снимали контент, по идее, ничего не вкладывая, просто я один раз сняла уборку. Два раза, три раза. Потом я просто перестала гореть этим. Я поняла, что мне уже надоедает, мне это уже неинтересно. И тогда появилась идея челленджа. Этот челлендж стал для меня роковым, так скажем. Он сразу набрал хорошие просмотры. Я поняла, что все про еду, это мое. Я люблю вкусно поесть, люблю поесть много. Сидишь, кушаешь, обсуждаешь, какие-то темы. Это, во-первых, несложно, во-вторых, Сначала это были просто мукбанки, а потом я поняла, что просто мукбанки на канале это скучно. Я просто сижу, кушаю, например, рассказываю про какие-то темы, которые были со мной, но вы это ничего не видите. Например, я вам рассказываю, что я с Шиин купила такие классные платья. Я рассказываю про то, что у меня происходит в жизни. Но по факту вы эти платья не видите. И так вот все. Я купила квартиру, я вам рассказываю про квартиру, а по факту вы ее не видели. Поэтому я поняла, что нужно разбавлять обязательно мукбанки с влогами, чтобы не было скучно. И вот сейчас я стараюсь хотя бы через день снимать для вас влоги. Несмотря на то, что на них мало просмотров, 20-25 тысяч для меня это достаточно. Если стабильно каждое видео на моем канале будет набирать 20 тысяч просмотров для меня, и это достаточно. Я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok